привет друзья с вами владимир и в этом видео я решил ответить вам на один часто задаваемый вопрос который звучал за последние полторы недели в моей работе так что подписывайтесь на канал и давайте разбираться а вопрос был по горящим туром в турцию друзья да очень турция горела даже несмотря на то что поехала россия цены были очень низкие можно было отдохнуть за 10 половиной 11 12 13 тысяч на неделю вдвоем в турции на все включено да друзья это было просто огонь и суть в чем для того чтобы разобраться с выгодностью этого вопроса друзья я с моей командой поехал нарбатскую стрелку для того чтобы посмотреть какие есть условия для отдыха в этом месте в украине и что тут по ценам чтобы объективно сравнить вам те условия турции которые вы получаете и что вы можете получить в украине а для этого мы выбрали самый дешевый вариант размещение в украине друзья да это автокемпинг мы приехали сюда с палатками для того чтобы ну выбрать самое самое дешевое кстати вот палатка справа от меня это наша палатка в которой проживали пара девчонок из моей команды я принципе в основном ночевал в машине ну только один раз меня выгнали в палатку когда ночью была гроза молния и немножко дождика пару капелек буквально пару капелек но ливня никакого не было принципе даже палатка не промокла и что у нас получилось друзья а получилось у нас та ситуация что наш travel trip обошелся нам грубо говоря на человека в среднем около 1000 гривен в день это если мы берем дорогу если мы берем значит аренду место под палатку и еду которую мы привезли с собой они ту еду которую можно купить здесь значит по идее примеру смотрите то что мы узнавали грубо говоря шаурма тут стоит ну от 50 гривен примерно плюс-минус плюс там попить плюс там еще что-то покушать пиво и тому подобное ну в общем как бы принципе большую часть еды мы привезли вообще с собой и еду мы тут вообще не покупали кроме арбуза и дыни том числе принципе мы привезли их выпить с собой то есть алкоголь там такого плана и воды много даже привезли хотя это все можно было купить тут но друзья я вам говорю мы собирались а вообще с палаткой и даже не представляли в каких условиях мы можем быть поэтому все основное то что нам необходимо было на отдыхе мы его взяли с собой и так подводим черту это что мы имеем что самый дешевый вариант обойдется на человека грубо говоря с питанием со всей ерундой на отдыхе в украине среднем около тысячи гривен в день друзья это то что мы берем самое дешевое с палаткой а если мы возьмем какие-то условия ну да я думаю какие-то условия там будут стоить около то что мы узнавали примерно около тысячи гривен в день на двоих ну возможно там 3 можно бесплатно разместить если это ребенок и это даже без кондиционера ну я думаю если поискать можно и поинтереснее цены найти но очень далеко от моря а наш автокемпинг находится в 50 метрах от азовского моря ну и также не забывайте что в самом дешевом варианте большую часть времени девчонки из нашей команды занимались приготовлением еды вместо того чтобы отдыхать на море кстати насчет моря в украине да но есть есть и черные есть и азовская но честно говоря я люблю прозрачную водичку а не та которая в азовском которая полностью мутные но зато с волнами пляжи пляжи друзья это самое слабое место на азовском море по крайней мере на арбатской стрелке где постоянно куча водорослей и медуз которые жалятся достаточно сильно допустим я чтобы сфотографироваться мир с медузами пожали в себе очень так себе не слабенько руки но я же говорю медузы это принципе второстепенная а вот то что на пляже куча черных вонючих водоростей это конечно мне не очень нравится да и остальным членам моей команды хотят я смотрю многие отдыхают и не беспокоит их этот вопрос но лично мне эти водоросли на пляже очень очень неприятно и некрасиво выглядят в том числе и если это общественный пляж то фотографии у вас получится естественно с окружающими вас туристами а что же мы можем получить за одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать тысяч в турции друзья а вы получаете ол инклюзив ол инклюзив виде все включено то есть у вас сюда входит перелет восходит сюда проживание по системе питания все включено завтрак обед ужин напитки местного производства безалкогольные в том числе и даже какие-то алкогольные все равно будут даже в самом дешевом варианте вы получаете море море без водоростей море прозрачное море красивое вы получаете два два с половиной часа перелета туда и обратно друзья и трансфер ваш отель из аэропорта в турции если допустим это анталийское побережье то это регионы кемер аланья седе белек а и анталия тоже бывает но анталия как правило имеет цены немножко повыше но если вы выбрали регион кемер то вся ваша дорога к отелю будет украшена потрясающе красивыми горными пейзажами друзья это просто взрыв эмоций не говоря про мармарис и мармарис тоже бывает по очень сладким ценам друзья вы получаете эконом вариант но даже в этом эконом варианте в номере у вас будут все удобства у вас будет душ у вас будет туалет горячая вода даже кривая уборка в самом дешевом варианте она тоже будет и вы получаете намного красивее интересные локации в турции и кстати если посчитать друзья вот смотрите возьмем 12 тысяч на двоих на неделю на семь дней то в среднем стоимость выходит если уже получить посчитать в тура днях меньше даже тысячи за один день отдыха в турции и тут вы в харькове сели и и через два с половиной вы уже в турции а если вы едете в украине то либо это автомобиль например мы сюда ехали в пятером на автомобиле место автомобиля просто не было друзья просто не было либо же на автобусе но на автобусе что мы получаем на автобусе в среднем стоимость в одну сторону по моему 450-500 гривен с человека в одну сторону возможно можно еще как-то можно добраться на поезде но этот вариант я не разбирал что за цена ну и наличие билетов я думаю на поезд будут разобраны уже как минимум за две три четыре недели и подводя итог друзья что я хочу сказать увы но как ни крути турции отдохнуть выходит и дешевле и интереснее ссоре друзья украина богата различными интересными travel местами но это тревел места для путешествия а не для отдыха мы посетили розовые озера и мне это понравилось касательно отдыха по отдыху я его рассматривал только в качестве примера и разобрать и показать вам что вы можете получить в украине и что вы можете получить например в турции почти за те же деньги и даже дешевле в общем друзья я вам показал разобрал суть этих цен на отдых турции я вам показал как выглядит отдых в украине за эту цену и что вы можете получить в турции за эти 10-15 тысяч самых дешевых туров отдельная тема будет по отелям цена-качество это отдельная тема и если вы хотите знать все нюансы с отелями цена-качество обязательно пишите в комментариях и я для вас запишу это видео и расскажу почему же они отличаются в цене от самых дешевых если вы можете поделиться своим отзывом по отдыху украине либо в турции и привести сравнение обязательно это напишите в комментариях под этим видео я почитаю и если вы будете задавать вопросы я буду стараться на них отвечать с вами был владимир шимит ваш тревел адвайзер друзья желаю вам самых лучших впечатлений самых лучших эмоций самого лучшего отдыха каждом вашем travel путешествие подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока